В Хабаровском крае ведется прием документов на участие в конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений. Заявки от претендентов принимаются до 12 апреля. В этом году сумма грантов на общественные инициативы составляет 65 миллионов рублей. От конкурсантов принимаются проекты, направленные на решение конкретных задач по благоустройству территорий или удовлетворению социально-бытовых потребностей жителей. Окончательные итоги экспертная комиссия будет подводить в июне. По условиям конкурса реализовать свои проекты территориальное общественное самоуправление должны до конца года. Напомним, на сегодняшний день на территории края образовано 513 ТОСов. За последние три года в регионе было проведено 6 краевых конкурсов по поддержке проектов на общую сумму свыше 110 миллионов рублей. Победителями признано 415 проектов территориальных общественных самоуправлений. Общая сумма самостоятельно вложенных средств граждан составила 60 миллионов рублей. Что же сделать, чтобы принять участие в конкурсе? В этот раз на что могут пойти средства? Это и не только мы выясним у нашего гостя в студии Евгений Слонский, председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского окрая. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, что территориальное общественное самоуправление. Что под этим подразумевается и кто может объединиться? Доброе утро, уважаемые телезрители. Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация граждан по территориальному принципу. То есть инициативные граждане, проживающие в одном подъезде, в одном доме, в группе жилых домов, на улице, могут объединиться и реализовать свою инициативу в границах территориального общественного самоуправления, в котором они проживают. То есть это не только поселок или город, это вообще буквально достаточно двух дворов? Или там два дома, а у них двор один в общей? Достаточно одного двора, достаточно одного подъезда. Самое главное, чтобы была инициатива, было желание людей изменить окружающую жизнь к лучшему. То есть ограничений по количеству нет? И там территориальных каких-то? Ограничений по количеству нет. То есть двор, два двора. Смотря какая инициатива и масштаб какой инициативы готовы реализовать. Так вот, да, как раз в таких инициативах, вот эти территориальные общественные самоуправления, какие задачи они перед собой ставят и какие задачи решают? Вы знаете, 80% заявок, которые подаются, это, конечно, заявки, направленные на улучшение качества жизни, то есть на благоустройство жилых помещений, дворов, улучшение состояния мест общественного пользования. Это парковые зоны, это освещение, это благоустройство особых мест, которые посещают граждане. Ну и оставшиеся 20% это гранты, которые направлены на обеспечение социально-бытовых услуг. Это различные кружки, секции, это праздничные даты и многое-многое другое. То есть участники конкурса могут выиграть средства именно на вот эти цели, да? Да, конечно, они выигрывают средства. Хочу отметить то, что в этом году губернаторам принято решение, выделено 65 миллионов рублей. Ввиду сокращения бюджета, который осуществлялся в прошлом году, губернатор вернул дополнительно 10 миллионов рублей. И теперь на этот год предусмотрено уже не 65 миллионов рублей, а 75 миллионов рублей. Эти деньги, да, очень важно, будут предоставлены в виде субсидий во втором этапе конкурса. Но там не все так просто, там ведь на условиях софинансирования. То есть люди должны свои деньги вложить, да, получается? Да, по опыту прошлых лет это порядка 20-30%. Это один из критериев, по которым конкурсная комиссия оценивает как раз те конкурсные заявки, которые приходят к нам. Ну это получается и серьезность намерений жителей, и жители знают, что уже если свое вложили, то хотя бы отвечать за это будут. Конечно, вот. Ну и плюс ко всему, еще одним критерием является и доля жителей, участвующих в реализации данного проекта. То есть если на территории проживает порядка 30-50 человек, то одним из критериев оценки существует, то есть доля жителей, которые принимают участие в реализации данного проекта. И чтобы поставить детскую площадку, это может сделать подрядная организация, а в этом также могут поучаствовать и жители проживающие. И вот приоритет, конечно, отдается тем проектам, в которых участвует как можно больше жителей территориально-общественного самовы. Ну, я так понимаю, мало же просто заявить о своем желании построить в своем дворе зеленую горку с синенькой лесенкой. Должно же это быть как-то оформлено, вот сам проект? Да, конечно, проект должен быть оформлен. Ну, во-первых, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на предоставление грантов для территориальных общественных самоуправлений, необходимо зарегистрировать это территориально-общественное самоуправление. Это порядка трех-пяти активных инициативных граждан обходят, соответственно, границы ТОС, например, это подъезд, собирают подписи и идут в представительный орган власти. В муниципалитетах это совет депутатов, вот, где, соответственно, отдают те необходимые бумаги для того, чтобы зарегистрировать границы территориального общественного самоуправления. После этого проводят учредительное собрание, в котором принимают участие треть от жителей данного территориально-общественного самоуправления. Если это подъезд, например, состоит из трех этажей, то достаточно будет одного этажа, чтобы поучаствовать. Может, прийти только первый этаж. Да, вот. После этого, после того, как состоялось учредительное собрание, документы несутся в муниципальное образование, в администрацию и регистрируется само территориальное общественное самоуправление. После регистрации, соответственно, готовится проект, сопутствующие документы оформляются. Вот. Все очень подробным образом написано в 199-м постановлении правительства Хабаровского края. И данный проект поступает к нам в Комитет по внутренней политике. Но это чтобы оформить ТОС, а чтобы вот именно подать заявку на участие в конкурсе? Сам проект оформить. Да, я про это и говорю. Для того, чтобы оформить ТОС, он оформляется в администрации, регистрируется, если без создания юридического лица в администрации муниципального образования, при создании юридического лица это в юстиции. После того, как проект есть, например, это возведение тренажерного уголка для занятия спортом, например, во дворе, да, создание спортивных объектов, вот, он оформляется в виде проекта. И подается к нам в правительство Хабаровского края вместе с сопутствующими документами. Это устав ТОС, это границы и это заявка муниципального образования. После этого проект оценивается по критериям. Критериями является актуальность и важность данного проекта. Критериями является экономическое обоснование, то есть где граждане, инициативные граждане обосновывают то, что создается на территории общественного, территориально-общественного самоуправления. Это доля граждан, участвующих, принимающих, и то, что вы сказали, это софинансирование. Вот эти четыре пункта, критерия, по которым оцениваются проекты, и комиссии 17 человек, соответственно, оценивают ее, ну, и принимают решение. А вот какую максимальную сумму можно получить за один проект? Да, 700 до 750 тысяч получают за проект, согласно постановлению. Ну и плюс 60 денег, и там порядка 20-30 процентов. Порядка миллиона рублей. Смотрите, Евгений Станиславович, вот если мы с Егором решили объединиться в ТСО, вот я не совсем понял, точнее в ТОС, вот мы не знаем, как составить устав ТОС, как вот проект оформить. Вот куда можно за помощью обращаться? Да, ну, для начала вы должны жить примерно в одном районе. Допустим. Ну, допустим, да. После этого для помощи в создании, в разъяснении, в методической поддержке можно обратиться к нам в Комитет по внутренней политике, вот, где по телефону 40-20-00, где все подробным образом мы вам объясним, расскажем, что нужно сделать, какие документы подготовить. Сам процесс регистрации очень быстрый и не требует каких-то колоссальных трудозатрат. То есть до 12 апреля еще можно будет успеть подать заявку? До 12 апреля можно это сделать. Спасибо большое. Еще раз напомню, телефон 40-20-00, можно позвонить за разъяснениями, ну, или телефону также можно найти на сайте правительства Хабаровского края. У нас в гостях был Евгений Слонский, председатель комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края.